Книга «Открытым оком». Тема объединения. Том 13. Вопрос 2781. «Если вы не за такое быстрое объединение, то вы остаетесь в меньшинстве или наоборот?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мнение секретаря Синода Гавриила близко к нашему». «Есть архиереи, которые больше склонны к более быстрому объединению, чем другие. Такая же ситуация существует и среди паствы. Но мне представляется, зная ситуацию и настроение в епархии, что большая часть нашей паствы, я боюсь употребить выражение «подавляющее большинство», но просто большая часть паствы относится к объединению с большим опасением, с тревогой и волнением, потому что у людей нет доверия к существующей структуре Московской Патриархии. Даже если мы согласимся с Московской Патриархией во всех вопросах, то это недоверие все равно останется. Наши церковные люди понимают, что нас разделяло и разделяет. Люди считают, что время объединения еще не пришло, не приспело. Мы еще не можем действительно спокойно и с чистой совестью сказать, что теперь можно объединяться, потому что все вопросы и проблемы разрешены. Я знаю, что есть немало людей, которые хотят объединения, которые говорят об этом открыто и пишут, но я думаю, что не ошибаюсь, говоря, что большая часть, если и не против, то относится к этому процессу с опасением. Книга Сирахова, 16.3. «Лучше один праведник, нежели тысяча грешников». Сирахова, 34.19. «Не благоволит Всевышний к приношениям нечестивых, и множеством жертв не умилостивляется о грехах их». Цель не оправдывает средства. Есть предел, есть грань переходить, куда преступно. Хотя бы теплое местечко приглядел, Примерился воссесть на чьем-то стуле. В нас совесть голосит и обличает, И безнаказанно проступки не пропустит. Напрасно морщимся и дергаем плечами, Не спрячешься и за Адама в кустик. Пусть цель возвышена, Штурмуется с трудом, Не забывал ли о родительской заботе? Иначе к совести в полон мы попадем, Где рабство тяжкое и ни одной субботы. Цель маскирует многие подходы, Чуть покривить, дабы тропу спрямить. Окажется не цель, а сам при ней негоден, И снова колесиничные ремни. На помощь совести есть писанный закон, Подарен Богом в письменах доступных. Цель не игра, где ставится на кон Святое, чистое, где куш маячит крупный. Когда для вечности по совести разгон, На поворотах выгода для ближних, Мерилом стал евангельский закон, Что не по совести считает вредным, лишним. Тогда молитва в тишине течет, Плоды душистые из виноградных кистей, Легко перед собой давать отчет, Легко и радостно при нищете молиться. И музыкант, лишившийся руки, Не выпустит божественные гусли, Блаженство ждет наветом вопреки. И неземное сладостное чувство. Цель ничего не может оправдать, Христос оправдывает влезших на Голгофу По совести, по Библии, Единственный мандат, Не растерять бы совести по крохам. 27 июля 2005 год Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин